добрый вечер дорогие друзья привет всем здравствуйте здравствуйте 1830 мы начинаем стрим начинаем анализ картин есть у нас небольшие изменения и я приятные изменения я о них сейчас расскажу если можно пожалуйста поставьте в чатике как меня слышно все ли хорошо что со звуком что с трансляцией если все нормально напишите пожалуйста в чатике пока вы это делаете рассказываю про аукцион сегодня сегодня выставляем работу на аукцион которая была написана в прямом эфире тоже это картина 40 на 50 зимний пейзаж по мотивам какой-то фотографии я уже даже не помню так звук хороший она хорошо но если есть проблемы с видео с трансляцией то правом нижнем углу есть колесик на который можно нажать и поставить настройки повыше первоначальная цена 2800 рублей за картину картина написано масляными красками на холсте холст на картоне все аукционы проходят все картины продаются без рамы вы можете подробное описание посмотреть под этим видео теперь по поводу изменений какие у нас будут изменения первое я упрашиваю упрашиваю принять участие в стримах свою сестру она дипломированный специалист по арт-терапии у нее есть дипломы государственного образца не только партий терапии но и по психологии там различные направления и если она согласится то возможно будут анализы картин иногда с ее присутствием и она сможет комментировать с точки зрения терапии то есть рассказывать о ваших работах ну вот мы так попробовали просто она взяла пару работ посмотрела и я лично бы нет не додумался до этого потому что действительно новая хорошая полезная информация благодаря которой вы сможете вы сможете поднять свой уровень ну допустим задавать ей вопросы как мотивировать себя на творчество как сделать так чтобы пришло вдохновение и так далее там подобное но пока она еще колеблется я не знаю будет ли она присутствовать на стримах но мы пока и ведем переговоры вот это первое второе что хотелось бы отметить мы с вами набираем на мастер-класс по живописи море изначально это было изначально там было как как мы рассуждали что я буду писать какую-нибудь попсу до чтобы не заниматься этим и чтобы более-менее уходить от каких-то попсовых работ я решил сделать еще одну страничку на новом канале в ю тубе где будет один еще плейлист где будут проходить подобные мастер-классы но там не будет попса а мы будем пробовать копировать известных мастеров это ивазовский да всех подряд всех подряд известных мастеров но скажем так копировать это громко сказано но будем писать по мотивам по мотивам этих великих художников поэтому я думаю будет интересно и вот этот морской пейзаж на который мы сегодня набираем деньги сейчас я покажу картиночку вот такой первый будет берег моря и вот эту картину мы напишем в прямом эфире я могу проводить хоть каждый день эти стримы все будет зависеть от вашей активности от донатов как только мы наберем определенную сумму так я бегу в магазин покупаю холст нужны краски и вперед поэтому все будет зависеть от вас от доната вот рассказал я более-менее всю информацию до все даст вижу там про тик ток что-то но это я потом подумаю я еще не развиваю этот канал как instagram это какие-то второстепенные такие для меня каналы на которых я не так готов тратить время поэтому как есть так есть все в принципе можем перед переходить к анализу ваших работ так вы можете сейчас в прямом эфире заказать анализ вашей картины для этого пройдите по ссылочке под видео есть описание и в группе вконтакте в 5 альбом можно опубликовать сложно будет донатить и на анализ и на мк но анализ заказывают платный в основном а мы в принципе так уже как-то сложно будет как будто что-то меняется на самом деле мы уже целый год так и ведем такой образ то есть донаты приходят и на анализ и на мк и как-то набираем у нас уже было сколько там около я боюсь ошибиться но около восьми мастер-классов то уже проходила поэтому я думаю что это нормальная идея и ничего не поменялось в принципе применяют поменялось только поменялось только сама идея то я собирался какой-нибудь попсу писать да а то буду писать по мотивам известных мастеров мне кажется это ну по крайней мере для меня будет хоть как-то интересно копировать да они ну по мотивам писать известных там классиков чем писать какую-то там попсу вот поэтому в принципе по донатам ничего не не поменялось но акте будет зависеть конечно от активности от вашей если будут донаты то чем быстрее мы наберем тем быстрее состоится мастер-класс я же могу еще раз повторюсь хоть каждый день писать это зависеть будет от вас так мы остановились на работе по моему вот вот эту работу я не комментировал да что-то вылетела сейчас трансляции я надеюсь что все будет нормально если у вас там какие-то проблемы перри загрузите нажмите f5 и перезагрузить сейчас должна по идее трансляции идти должно все восстановиться по мотивам мастер мастеров гораздо лучше чем попса ну да я к тому и веду что это будет интересно наверное давайте так пробовать ну что холст на картоне 30 на 40 масло вот такая работка от екатерины давайте попробуем ее прокомментировать фоторедакторе и так начнем мы с композиции и по композиции ну давайте вот так рассуждать где здесь центр центр композиционный первоначально нам же интересен центр композиционный наверное это все таки вот этот мост вот этот мост да вот это место но так получается что вот здесь он обрезан обрублен и деревья в левом углу немного кажется как в каком-то висячем состоянии да они как как будто подвешены вот если это так если вам тоже так кажется поставьте 5 баллов в чатике если вам не кажется так что вот они висят вот эти вот деревья вот этот кусочек то поставьте один балл хочу проверять себя хочу себя проверить насколько я угадываю свои впечатления да вижу пятерки пошли значит все верно так оно и есть но да это очевидно почему так происходит потому что здесь очень темное пятно вот здесь темное пятно и она ничем не поддерживается здесь то есть вода написано слишком просто она написано во первых по тону не очень ее надо было скорее всего делать темнее если там какие то есть отражения то эти отражения должны быть намного темнее то есть я обычно говорю о том что вода должна быть либо светлее либо темнее но в данном случае она просто выполнена как подмалевок скорее и если рассматривать эту всю картину также посмотрите вот на рисунок вот эта часть берега она прям вот конкретно вот так уходит в угол картины это смотрится не очень хорошо то есть вот эта часть дает такой контраст и вот такие кустики которые расположены через каждые буквально там насколько там сантиметр да они тоже смотрятся так наигранно скажем так вот по композиции здесь не очень хорошее построение можно было бы сделать изначально как-нибудь так сейчас секунду как-нибудь берег там какой-то такой берег да хотя бы здесь его продлить здесь красивое отражение внизу так сделать темное да и тогда и от мостика набрать вот здесь отражение и тогда по композиции может быть что-то и вышло интересное но так как он вот эта часть за внизу а вот эта часть задрана да вот эта точка смотрится это ну прям не очень хорошо дальше царапины на воде усталой рукой художника до царапины тоже вот с этими царапинами будьте вообще аккуратны потому что процарапывание мастихином ну знаете это надо по какому-то слою краски делать и эти процарапывание могут быть не до конца то есть нет не до грунта процарапываются а знаете такие такую фактуру там где-то веточки можно делать действительно но вот так делать то есть это просто линиями вот такими это ну прям ну прям очень полюбительски сделано то есть так линии не делается лучше бы сделать тем же мастихином мастихином с краской ребром под 45 градусов и если уж делать то давайте я покажу то надо это делать сейчас секунду нет сейчас мы выберем какой цвет вот такой то это надо делать не такими линиями однотипными однообразными а ну приблизительно вот такими линиями то есть как как-то перебивать вот интересно да вот где-то густота этих линий появляется где-то их меньше где-то больше то есть показывать таким образом течение давайте чтобы увидели еще раз эти линии я вам покажу наглядно еще разочек вот такими линии и чтобы они где-то были густо нанесены а где-то их было мало ну вот как-то так да тогда вода начинает смотреться интереснее если же вы делаете просто вот такие черточки одинаковые вот такие черточки такого вообще не бывает в природе это все надуманные такие блики на воде что еще можно рассказать по поводу этого пейзажа смотрите на вот эту часть здесь все красное оранжевое она горит просто да при этом деревья дальнего плана по тону ну мало чем отличаются по цвету отличается по тону не отличаются они должны быть темнее поэтому что можно было предпринять во первых можно набрать более условно их то есть вот такой группой массой какой-то да пусть будет там основной цвет коричневый 500 рублей это ураган от души да и вот они как раз зачислены на мастер-класс по живописи моря спасибо марк спасибо большущая как только наберем так сразу же сразу же проведем этот стрим вот если бы мы набрали бы допустим сегодня то уже в воскресенье просто завтра будет онлайн проседать воскресенье вы уже провели спасибо большущие спасибо напоминаю что анализ картин для тех кто ищет и хочет стать художником они занимаются самолюбованием напоминаю что вот такую картину мы можем написать на такой мастер класс мы собираем вот по мотивам айвазовского берег моря и здесь конечно самое интересное это показать воду на переднем плане и соблюдать колорит поэтому если наберем то сразу же проведем стримчик друзья не забывайте ставить лайки пальцы вверх поставьте если еще не про жамкали так ну вот что то такое да вот посмотрите я меняю тон и сразу если прищурить глаза появляются деревья реалистично больше реалистичности потому что вот этот тон он такой начинает немного давить да но это как раз чтобы не было все оранжевое такое еще раз хочу напомнить что я вот пытаюсь сделать такую схему до схему где будет видно как можно исправить в целом работу да я передо мной не стоит задача написать пейзаж за вас здесь фото редакторе сделать вот такую схему чтобы вы понимали как работать дальше деревья вот эти с использованием черной краски это прям очень нехороший вариант если вы даже немного разбавите какой-то коричневой краской да вот такие стволы то это будет смотреться интереснее потому что эти деревья не так уж далеко и находятся нельзя их делать такими черными то же самое что касается перил перила тоже лучше сделать объемными это же почти на переднем плане все нарисовано ну я воду не буду исправлять потому что тут очень много придется работать для исправления воды но если показать вам только что приблизительно как может на мастер-класс берег моря замечательно замечательно у нас там мы его почти набрали 6 там 6 500 наверное 100 будет цена вот 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 такое отражение должно быть приблизительно в воде от деревьев по тону приблизительно вот такое отражение вот так насыщенно должно быть по тону вот настолько так и сейчас до следующий вот если мы наберем на мастер-класс по морскому пейзажу берег моря по мотивам айвазовского то следующий мастер-класс у нас будет наверное тоже либо по мотивам айвазовского либо либо горный пейзаж ну то есть тоже будем набирать на горы по какому у какой-то картине известных мастеров так еще что можно здесь условно сделать это где-то набрать здесь потом а это отражение от деревьев переднего плана где-то здесь да то есть вот эти отражения они должны быть значительно темнее тогда будет интереснее работа я знаю что начинающие художники боятся работать тоном вот у них привычка все разбилить и работать светом так очень условно до работают цветом но для этого нужно конечно практика просто расписаться надо и тогда будет все получаться ну вот если прищурить просто глаза да то даже вот такое условное обозначение там деревьев дальнего плана все равно смотрится интереснее если же да еще вот здесь вот просветы внизу они бывают но с ними тоже надо быть аккуратными то есть они там скорее всего не такие яркие по тону тоже так условно показаны но не более того и если еще сказать можно пару слов о самих деревьях здесь можно убирать вот эту черноту деревья в деревьях дальнего плана потому что они там вдалеке где-то и здесь конечно не надо искать какие-то контрасты пусть это будет стволы которые ели там где-то видны вот тогда они уйдут надо на дальний план вот даже какой-то такой вот цвет я беру и все равно уже интереснее смотрится это все дело сейчас секунду что-то мне на телефон тоже пришло посмотрю может быть это анализ картин на телефон пришло 150 рублей и 200 спасибо вам большущие пожалуйста напишите в чатике ага вот вижу донат 200 на море а 150 на на платный анализ если 200 на море то у нас получается так там что у нас 5 700 5900 то есть у нас остается на море 600 где-то рублей друзья 600 рублей и состоится в воскресенье мастер-класс по мотивам картины айвазовского берег моря вот такой мастер-класс и я наверное куплю большой холст чтобы вам все было видно хорошо но такой большой где-то не знаю 50 на 70 либо 40 на 60 но такой побольше наверное но не знаю 40 на 50 конечно быстрее работы ведется ее можно детализирование прописать но с другой стороны она не будет так впечатлять зрителя как большой формат до ивазовского принципе там что нужно растяжку сделать и подобрать цвет на самом деле пейзаж довольно легкий просто надо понять вот эти вот растяжки и сам цвет так идем дальше да идем дальше анализ картин для тех кто ищет и хочет стать художником а не занимается самолюбованием следующее что у нас тут картина 60 на 40 попросил сделать копию попросили сделать копию ага копию давайте мы ее сохраним донат пришел донат пришел это наверное на анализ да я уже запутался друзья пишите в чате что что за донатики приходят куда чего и как они на не знаю оплачивала или нет про александра тоже ничего не знаю какая замечательная работа сейчас мы откроем вот эту копию да и и и картину еще раз прочту картина 60 на 40 попросили сделать копию ага олеся 3 доллара на море подождите подождите татьяна 300 на море и олеся 3 доллара на море понял понял ну и что там получается мы почти набрали получается да там что ли сколько-то около 200 рублей что не хватает на елена пишет всем добрый вечер дмитрий а можно прислать на анализ незаконченной картины нужно наоборот нужно присылать незаконченные чтобы сразу подкорректировать сказать что по композиции а и чтобы вы дальше работали уже и пробовали закончить как бы грамотно эту работу поэтому конечно присылайте наброски можно присылать все что угодно только под ну просто можно в следующий раз просто подписывать до что вы хотите услышать от меня тогда я буду знать что там это незаконченная работа и что нужно комментировать да 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 елена окей так ну что рассказывай правда я не понял не совсем понял это по ходу работа да сама или как здесь формат немножко другой ага все понял значит вот это это сама работа а вот это получается копия так я так правильно понял комментировать то мне вот эту работу да вот это александр вы в чатике напишите пожалуйста комментировать мне вот эту работу получается да ну что если брать по цвету и тону все замечательно платный анализ купыша спасибо не на за 5 евро супер спасибо ага александр оплатил 150 по карте бухта спасибо александр сейчас прокомментирую спасибо 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 та что в раме это копия да 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 я понял я понял все я так и подумал ну то есть вот эта копия смотрите как обстоит дело по по тону и цвет вы полностью угадали по но если опять же четко говорить что такое копия что такое по мотивам то это все равно написано по мотивам то есть если у вас тут даже вот допустим четыре окна да а в вашей картине их 5 то это уже не копия понимаете это уже по мотивам ну ладно будем условно называть что это копия условно по композиции вы тоже в принципе все правильно сделали то есть похоже схожесть есть есть небольшие вот такие недочеты обратите внимание ну допустим на высоту людей да сейчас мы попробуем вот так отметить вот эту высоту людей и допустим если продлить дальше линии вот он фонарик где-то здесь заканчивается до проверяем тут тоже самое но почему то мне кажется что да вот вот смотрите если вот эту линию провести то фонарик начинается основание приблизительно там где и люди да а здесь если провести люди вот настолько меньше фонарик больше и сразу же вот даже поэтому у меня возникло какое-то ощущение что что-то не так в рисунке то есть фан либо фонарик какой-то маленький либо люди какие-то не совсем понятно то есть когда вы делаете копию обращайте внимание именно по на пропорции на размеры людей по отношению к домам там да ко всему то есть вот эти вот пропорции нужно соблюдать опять опять же если вот здесь вот посмотреть вот этот размер да допустим с размером людей то вот как обстоит дело вот это очень важно там если даже вы берете на какой-то сантиметр меньше то у вас все это закончена работа яблоки и пионы понял сейчас наняли с две незаконченные работы яблоки и пионы пассивки спасибо спасибо вот то есть вот допустим тут кусочек какой-то крыше чуть-чуть совсем да получается а у вас какой-то дома что-то несоразмерно вот это чувствуется на уровне чувства может быть дом больше из-за формата может быть ну то есть вот такие мелочи то есть надо идеально к рисунку подходить это первое если мы говорим вообще о копии да то есть здесь вот если разбирать эту картину тут много много разных недочетов то есть направление вот допустим линии вот этой здесь она чуть-чуть не так да может быть из-за формата самого что он вытянут да вы пытаетесь подогнать это но меняется линейная перспектива а там понимаете этот угол немножко вниз опустила немножко поднял вот прям чуть-чуть и это будет чувствоваться вот и вот и здесь в самой работе вот в этой больше линейная перспектива четче лучше кажется да тоже какие-то не совсем понятно я не знаю что это за художник не совсем понятно вот как как-то фонарь тоже неестественно тут тоже по ходу какие-то ошибки есть в линейном перспективе но здесь это больше чувствуется больше каких-то недочетов но это все недочеты в принципе если вы скажете покажете заказчику эту картину то он будет мне кажется удовлетворен потому что эти все недочеты я говорю скорее для вообще для художников как писать картины как писать копии они для того чтобы там уколоть или вас да или еще что то то есть все надо прям до миллиметра рисунок надо прям четко делать что касается по цвету по тону я не знаю может быть эта фотография вот это засвечено потому что вот такой яркий свет скорее всего бывает вот когда не то что белила положили а белила положили еще фотошопе или фоторедакторе контраст от 3 отредактировали получается вот такая сочность и яркость и вы вроде тоже кладете белила у вас такой сочности яркости нет это просто опять же для зрителей скорее они для вас то есть когда вы фотографируете кажется что вот эта картина яркая сочная а вот это такая более тусклая ничего подобного они скорее всего похожи по тону и цвету поэтому тут все нормально с этим все замечательно принципе сказать больше нечего если говорить как по мотивам сделаны у вас вполне хорошая работа получилась ну может быть вот я говорю опять же обращать внимание на какие-то нюансы на более четко прорисованная там где-то где-то фигуру мужскую вот эту да то есть посмотреть по контурам здесь где-то высветлить почетче и сделать ну то есть вот такие вот мелочи какие-то присматриваться надо всматриваться в эту картину и исправлять вот где-то ноги кажутся короткими да я бы все-таки их сделал чуть чуть длиннее пусть он будет мужчина высокий ну и соответственно там но это будет соразмерно его голове и туловище там сколько семь с половиной восемь раз голова долл должна вмещаться размеры головы должны вмещаться фигуру а так все супер вы молодец все замечательно вам удалось копия такие копии я на самом деле не считаю серьезными да и сам оригинал вот этот я не знаю опять же повторюсь что это за художник но для меня это ну так баловство на самом деле вот такие картины но так для украшения скажем так для украшения чего-либо интерьера какого-то на самом деле вот такие работы хороши когда вы вообще никогда не рисовали до 1 рассели за этюдник мольберт и начали писать и вам надо расписаться вот тогда можно делать эти копии когда вы уже почувствовали как краска ложится накладывается на холст надо что-то серьезно более серьезное надо двигаться дальше то есть здесь живописи особо никакой нет это такое дизайнерская такая картина вот но начинать можно с этих картин принципе начинать картины можно с любых мотивов потому что даже с фотографии опять же вот если мы будем делать по мотивам айвазовского да по по мотивам айвазовская мастер-класс то это скорее для начинающих вот которые прямо с нуля начинают да не те которые уже там года три-четыре пишут а прямо для начинающих чтобы они расписались и поняли основные какие-то параметры этой картину вот анализ картин для тех кто ищет и хочет стать художником они занимаются самолюбованием следующая работа с натуры карандашом на бумаге а3 это 30 на 40 сантиметров до третья попытка моего рисунка шара я боюсь вообще комментировать анализировать работы академии в академическом рисунке по той причине что фотоаппарат очень сильно искажает пропорции даже не пропорции а особенно вот куб когда рисуют да очень трудно угадать если вы камеру фотоаппарат немножко сдвинули там вправо или слева он может изменить перспективу этого куба и будет казаться как будто куб прямоугольник вот поэтому фотографируйте всегда строго перпендикулярно то есть вот выбрали вот эту точку допустим да и фотоаппарат ставьте чтобы объектив был напротив вот этой точки и чтобы ваша бумага была не под наклоном тогда будет четко сфотографировано и не будут сбиты пропорции здесь кажется мне что шар вот если мы проведем линию то он немножечко сбит посмотрите он шаровидно яйцевидной какой-то формы да вот здесь вот внизу вытянут он возможно вы изначально построили его неплохо но потом когда начали рисовать штриховать контуры сбиваются вот эти да и где то получается уже там непонятно для вас как это все устроено что нужно сделать первое когда вы начинаете рисовать вы проводите вот такую линию потом проводите вот такую линию потом проводите вот такую линию и такую чем больше вы вот этих линий проведете тем лучше причем у вас должен быть вот этот допустим отрезок равен всем остальным отрезкам и потом вы просто соединяете вот эти контуры и тогда все получается то есть он будет идеально ровный это довольно простое построение довольно быстро и вы меряете и каждый отрезок должен быть равен татьяна спасибо спасибо огромный донатик спасибо татьяна просто ураган куда зачислено не знаю куда попало куда-то попало не понял на анализ картин что ли татьяна если вы здесь в чатике напишите пожалуйста куда куда вы отправили донатик чего с ним делать куда его зачислить или это анализ картин но вот здесь я вижу вроде какие-то процарапывания вот такие от карандаша может быть там и было такое построение изначально опять же говорю во время работы тоном бывают такие искажения дальше второе когда вы построили и закомпоновали вам нужно начинать работать тоном да вы четко знаете что шар у вас ровненький все замечательно что нельзя делать обратите внимание где находится у вас свет источник света вы делаете вот здесь наверху вот это очень плохо очень плохо источник света желательно делать так чтобы вот блик был здесь дальше был свет дальше был полусвет дальше было полу тень дальше было собственная вот здесь где-то пойдет тень да дальше идет вот здесь вот рефлекс а дальше уже идет там падающая тень вот при таком подходе при таком освещении вам будет работать намного легче то есть ваш источник света лампа это очень важно она должна находиться перед шаром они сзади или сбоку то есть свет должен падать вот так сверху вниз но вот сюда вот здесь должен быть блик вот тогда будет лучше работать если же вы ставите лампу сзади вас бьет свет сюда и вас и тень получается вот сюда да падает к нам на нас это не очень хорошо на самом деле это труднее не напишет да я так и строил и вроде ровным был ну да вот в процессе штриха очень часто сбиваются контуры человек увлекается штриховкой и сбиваются контуры особенно в портрете это часто встречается когда в портрете даже перерисовывают перерисовывают с фотографии идеально да там контуры кто начинает маслом писать закрашивает эти контуры и потом там щека больше становится еще что-то вот и потом еще человеку не докажешь что пропорции сбит он такой нет я переводил это точный рисунок но не учитывается что вот такой будет бывают такие косяки что касается теперь фона и самого куба желательно использовать лен холст для фона чтобы он был темнее ведь гипсовый шар он же белый а теперь посмотрите он у вас получается во многом сливается с фоном вот эти тональные отношения вам во многом сливаются с фоном то есть если бы я не знаю какой у вас был фон но если вы сделаете конкретно для себя увидите шар белый а фон темный прям вот значительно темную то есть ткань какую-то очень темную повесить то тогда у вас не будет вопросов да не будет вот это где светлее где темнее то есть вы будете четко видеть предмет вот прежде чем писать рисовать академический рисунок надо правильно грамотно поставить постановку от этого очень много зависит как вы ее увидите теперь по поводу штриха штрих начинает у вас формироваться он только начинает на самом деле и он будет еще некое время становиться все лучше и лучше но пока мастерские грамотного штриха я не вижу но при этом штрих уже появился то есть есть очень грубый штрих у вас здесь но также вот допустим вот это вот такой штрих для фона очень хорош только вот это расстояние линий чуть чуть поменьше сократить да и тогда будет чуть чуть поаккуратнее иначе все таки видно вот эти вот грубые какие-то линии штриховать нужно как уже известно по форме шара допустим да поэтому штриховать можно вот в этом направлении вот в таком направлении да то есть вот так вот таким образом если мы говорим о штриховке самого шара то это должны быть полукруглые линии вот надо себя приучить какие-то полукруглые делать не прямые вот такие да хотя люди некоторые прямыми штрихуют но коротенькими прямыми и потом изменяет их да и получается интересный вот такой вот штрих вот в принципе все по тону еще хотелось бы отметить что вот здесь рефлекс очень светлый и его можно чуть-чуть еще набрать и собственную тень можно еще набрать опять же это зависит от того как вы поставите освещение и падающая тень сейчас смотрится тоже в принципе по тону как собственная тень и как рефлекс это попадание в тон не должно быть то есть падающая тень обычно темнее чем собственная тень вот друзья не забывайте ставить лайки если не про жамкали еще ставьте пальцы вверх пожалуйста если можно поставьте пальцы вверх ну и давайте сразу куб про анализируем кубик 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 вот опять о чем я говорил кажется что есть какой-то такой вот разваливается но скорее всего тут так и есть скорее всего действительно разваливается немножко куб значит посмотрите первое на что нужно обращать внимание при построении куба при построении круг куба надо обращать внимание чтобы вот эта линия была ровно параллельно краю листа бумаги идеально параллельно то же самое и вот эта линия должна быть параллельно вот если у вас не так и допустим вот это расстояние вот этот отрезок допустим до 2 миллиметра больше чем нижней все вас куб начнет уже плясать то есть вот эти все вертикальные линии это все линии да и вот посмотрите вот эта линия видите она немножко как-то заваливается вот сюда уже вот эти все линии они должны быть строго вот эти все вертикальные линии параллельно краю бумаги проверяйте как это проверить вот замерить вот это расстояние каждой линии да допустим то же самое вот здесь замерить вот это расстояние по отношению вот к этому да и И посмотреть, чтобы вот эта желтая была равна вот этому отрезку. Тогда у вас будет правильное построение. Второе, на что стоит обращать внимание, это на перспективу. Вот здесь должна присутствовать линейная перспектива. Если вот этот куб ребром ближе к нам, то вот эта линия должна быть самой длинной. То есть мы ее ставим вот сюда и проверяем. Как она получается? Да, вот эта линия чуть меньше. Правильно, значит. Ставим сюда, проверяем. Все правильно. То есть обращайте внимание, что вот это должна быть самой длинной. Но все равно кубик чувствуется, что как-то разваливается. Следующее, что какие бывают подводные камни. Вот это расстояние надо замерить по отношению к этому расстоянию. Померить надо. И померить, какое расстояние вот это к этому. Это очень важно, чтобы найти вот это ребро куба. Так что меряйте. Конечно, существуют разные построения куба. Там можно делать и вспомогательные диагональные линии. И потом, сделав вот эти диагональные линии, вы совмещаете вот эти линии. Проверяете, как они там. Потом можно делать, обязательно нужно делать так же при построении куба. Его рассматривать как прозрачный и строить его, как будто вы видите его насквозь. То есть все это надо учитывать при построении. Теперь по поводу освещения. Опять-таки, у вас освещение стоит оттуда сюда. И вы вот на этот угол делаете блик. Это в корне неправильно. Не надо так делать. Не надо делать акцент. Просто вам будет сложнее работать тоном. Вам нужно делать акцент, блик вот сюда. Вот на это пятно. И здесь его делать самым светлым. Все остальное по теории вы делаете правильно. Вы делаете вот здесь темнее. И вот здесь темнее. Но только вот здесь должно быть светлее. И вот здесь должно быть светлее. Вот этот угол должен быть... Вот этот угол, вот здесь, тоновая часть, должна быть чуть-чуть светлее. А у вас из-за неправильного освещения, вы делаете вот здесь света больше. То есть вы делаете контраст к фону. а вам надо сделать контраст на передний план чтобы вот эта линия вот эта линия вышла на нас вперед поэтому меняйте освещение ну про штрих я уже сказал поэтому в принципе наверное все хорошие вот это еще растяжка вот вот эта растяжка неплохая и рефлекс хороший вот он да вот этот рефлекс тоже отличный так принципе по теории вроде бы грамотно осталось все это на практике воплотить на вот куб дается разным людям по-разному то есть бывает что куб люди пишут рисуют там с третьего раза получается а бывает могут работать полгода и будут проблемы там да и так и так бывает так сейчас секунду ох я уже запутался кто что отправлял деньги отправляю на телефон хорошо давайте мы прокомментируем татьяна а вот татьяна перевела 500 рублей это наверное а нет елена это елена перевела ага хорошо сейчас разберемся яблочки тоже пока все сохраняю в альбом так и это незаконченная работа все 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 в альбом по накидали в альбом пошли разбираться теперь в сам альбом анализ картин для тех кто ищет и хочет стать художником они занимаются самолюбованием открываем какая у нас там работа была в очереди вот это и вот этот пример не напишет спасибо дмитрий я все учту спасибо за донатики спасибо большущие друзья не забывайте ставить лайки пальцы вверх поддержите видео поддержите пожалуйста ну что рассказываю по поводу картину я не знаю кому как 15 на 22 двп масло этюд натура но александр это профессионально грамотная работа просто ураган отличный пейзаж просто великолепный сказать можно сказать как угодно этюд не этюд без разницы главное что это очень грамотно это целостно это по тону круто по композиции по всем параметрам это супер вот это друзья настоящая живопись вот к этому надо стремиться именно опять же сделаю акцент некоторые боятся выходить на натуру писать с натуры пишут вот по этим фоткам плакаты вот эти дебильные плакаты у меня уже просто слов нет меня бомбит от этого это попса поймите везде она заполонила все на улице и и продают выйдите в город и посмотрите она везде а вот это настоящая живопись чем она отличается давай обратите на вот этот тон вы никогда в жизни не сами не додумаетесь подобрать этот свет по фотографии это просто нереально посмотрите какой цвет зеленый вот этот теплый вот этот холодный да какой ты все это сложные цветовые сочетания причем это сделано быстро наброском бегло такое ощущение что человек взял кисть просто накидал так от души развернулся и ушел он все сказал в этом этюде вот это просто великолепная штука которую можно хорошую раму и на любую выставку мастерски выполнена то есть это прям вот профессионально сделано опять же начинающие смотрят на всякую фигню извините на какие-то там веточки прорисовывают еще что-то нужно ли это может быть и нужно если аккуратненько там доделать да может быть и нужно но в принципе достаточно мы видим импрессионизм в полную его силу впечатление от пейзажа где есть и воздушное пространство и буйство цвета и дальний план и средний передний композиция все супер у меня вообще нет никаких замечаний и нареканий по этому пейзажу выходите чаще на пленэр и вот смотрите как уныло смотрится фотография вот она синяя просто корабли белые все белые белые облака белые вот вам фотоаппарат вот все что вы делаете синяя синяя река да там какая-то серая серые корабли как это на самом деле смотрите какая река и зеленая и синяя и отражение теплые и коричневые корабли какие-то и коричневые еще какие-то да хотите свет показать вот какой свет это не белило обелилась теплый понимаете вот в чем разница и вы никогда в жизни не найдете этих оттенков в фотке или какой-то там мастер-класс начинает там какой-то художник делать по фотке то же самое он там буроют и всякую чепуху там пишет на самом деле плакатики эти а вот это настоящая живопись причем я бы не стал бы продавать такую картину за дешево или просто пожалел бы ее продавать вообще потому что это хорошая опора для какой-то другой работы супер молодец александр так дальше дальше от ольги ландыши холст на горите 50 на 40 масло пишу по фото из интернета и по собственному опыту выращивание ландышей а как-то пишу по фото из интернета и по собственному опыту выращивание ландышей натюрморт что есть выращивание ландышей помогает для написания картины натюрморт надуман но мне его показали жду ваших дальнейших поправок знаю что цветок на переднем плане следует сделать более ярким деньги отправлены телефон океишки прислалась на то же два года назад на тогда еще не смотрела ваших не вижу что объема не было хорошо хорошо давайте тогда рассмотрим ее картину фоторедакторе друзья напоминаю давайте я сейчас немножечко еще скажу пару слов что сегодня происходит сегодня продается картина за 2800 рублей всего лишь навсего 40 на 50 это начальная ставка 2800 до гонга вот это вот эта картина картина написана на мастер-классе дальше еще хотел бы сказать что мы наверное набрали по живописи на море наверное набрали 6200 там наверно 500 было где-то данный телефон мне так кажется ну наверное набрали так что в воскресенье мы пишем с вами пишем с вами что мы пишем по мотивам и вазовского вот эту картину так что подписывайтесь на новый канал ссылка на новый канал youtube под видеороликом чтобы не пропустить 1830 по москве нажмите на колокольчик подпишитесь на канал и вам будет приходить уведомление вы будете контролировать там все так что переходите на этот новый канал и мы будем там писать по мотивам и вазовского все вроде рассказал да теперь погнали комментировать работ ким анализ картин для тех кто ищет и хочет стать художником они занимаются самолюбованием так ну что значит что здесь происходит что здесь происходит давайте сначала разберем по композиции в принципе все хорошо все на своем месте есть по углам достаточно места такого пространства обычно но многие так делают что дают либо много слишком пространства и смотрится это не очень красиво либо наоборот делают так что с одной стороны где-то заполняют вот пространство с другой стороны остается пусто здесь вроде все по композиции гармонично теперь по но простенько скажем так то есть это можно даже сказать такой полу учебный натюрморт но обычно учебных натюрмортах не пишут ландыши да потому что они сами по себе сложны у них мало достаточно цвета они беленькие такие бутоны и зелени там много но в принципе в принципе можно пробовать главное что с натуры что касается самой живописи нанесения краски есть какая-то присутствует какая-то затертость в картине почему это происходит потому что вы боитесь работать толстым слоем пастозным вы добавляете много разбавителей пытаетесь лессировками писать и вот этот акварельный подход он на самом деле не очень хорош вы затираете живопись то есть вот в отличие вот от такой лепнины но это живо смотрится с воздухом посмотрите прям вот глубина в картине чувствуется как вот как 3d а здесь все плоско да почему плоско да потому что нет вот этого такого мастерского какого-то маска вот это все чрезмерное старание это пагубно влияет на саму работу вот надо просто мазанул там до растер эту краску и забыть про нее а вот это все копание там что-то делать это такой графический подход на самом деле лессировками он глушит яркость цвета и поэтому нету такого ощущения света на самом деле бледненькая все кажется это первое второе что касается самого цвета но тут колорит все в принципе в колорите все хорошо но воздушного пространства действительно не хватает то есть его здесь нет никогда не подчеркивайте вот этот край стала сзади не надо этого вообще делать то есть если даже потеряется контур стала это будет лучше наоборот сделайте там бледненькие какие-то оттенки да и чтобы вот линия контур куда-то потерялся там это смотрится всегда интереснее потому что это дальний план не надо там никакого белила и света там глушите этот дальний план вот уже даже при таком подходе начинает что-то появляться на переднем же плане можно искать более теплые цвета то есть наоборот не делать вот такой вот цвет а наоборот поярче вот это это бледный цвет вот он для дальнего плана как раз и хорош а здесь наоборот делаете четкий контур больше четкости и пытаетесь контраст какой-то сделать видите как сразу начинает удаляться вот этот вот этот дальний план то есть сразу идет вот такая как какое-то понимание что вот эта доска уходит туда перспектива в пространство то же самое касается в принципе и бутона он весь у вас плоский почему он так почему так происходит потому что да есть сочетание а что еще сказал бутона до букета ну ладно вот есть сочетание допустим вот этих бутонов и листочков но все листочки одинаково одинаковые то есть вот взять допустим вот этот листочек вот этот в принципе этот такой же этот такой же да то есть они по тону совершенно одинаковые нету распределения что вот эти листочки на переднем плане да а вот эти листочки где-то там вдалеке а ведь на на самом деле ваша задача что увидеть увидеть что это имеет массу они плоское пятно а как увидеть массу значит надо разобраться вот допустим как разобраться вот эта часть допустим на переднем плане вот эта часть матерморта вот под такой линии уже находится да а вот эта часть допустим вот под такой линии то есть а вот этот часть вот под такой линией то есть это все разные плоскость разные совершенно плоскости то есть еще раз вот эта плоскость она вот она она находит уходит туда да вот эта плоскость наверху находится это другая совершенно плоскость да давайте вот мы ее желтые выделим вот дальше там вот эта плоскость наверное вот под таким углом а это вниз уходит то есть можно это вписать в куб это опять же основы куба и везде свет и тень будут совершенно разные если свет источник света падает слева направо то скорее всего освещение будет самое светлое это вот это место вот это место будет самое светлое вот все бутоны которые вот здесь они должны быть темнее чем вот здесь понимаете а у вас получается просто ну набор и листва тоже сам то есть получается много-много бутонов но они в принципе такие же есть там небольшое распредо они немножечко отличаются но это совсем мало то есть этого мало то есть их надо делать еще темнее вот эти белые во первых они не белые должны быть дайк цветом надо искать они белилами да они вот здесь вот чуть-чуть кусок этот светлее но это этого мало то есть не чувствуется этого пространства то же самое и с вот этими листьями это что касается условно как прописать объем и не хватает действительно объема в вазе почему не хватает объема в вазе потому что надо понимать структуру вазы вот как она устроена знаете не просто копировать по фотографии это бесполезно понимать сам саму структуру что это такое да в принципе это шар вот этот шар который что имеет блик полусвет полуэта да там собственную тень и рефлекс вот этот шар и надо рисовать не вазу а шар надо рисовать либо надо распределять вот по таким граням то есть вот она одна плоскость вот она вторая плоскость вот она третья плоскость вот она одна вот на 2 и вот она третья плоскость либо вот так решать причем эти плоскости как в вертикальном положении должны быть так и в горизонтальном то есть вы разбиваете вот она одна плоскость вот она 2 и вот она третья плоскость то есть раз два три они тоже по-разному будут освещены вот что важно понять на самом деле они просто но там где-то свет какой-то попытаться изобразить да или как-то так значит что здесь можно сделать собственную тень набираем сильнее вот эта часть будет тоже скорее всего чуть чуть темнее вот она дальше делаем рефлекс вот здесь от вот этой части вот уже начинает постепенно появляться какой-то объем конечно все это поддерживается какими-то растяжками рефлексы добавляем рефлексы это обязательное условие так и еще что вот здесь можно тоже выделить сделав потемнее немного вот это горлышко горлышко сразу выйдет к нам на передний план вот здесь можно подчеркнуть ну даже вот три там мазка каких-то и вот это ваза уже чуть чуть объем не стала если еще раз разделить то даже вот по этим плоскостям то можно еще найти здесь на самом деле но больше объема в этой вазе если допустим вот здесь чуть-чуть поднабрать по тону да то есть вот это все внизу должно быть в тени вот это все на свету но при этом конечно нужны вот эти переходы на которые я фоторедакторе сделать не могу конечно вот переходами этими мы задаем тон и плавно плавно подбираемся к блику то есть это опять же тоже то же самое то же самое тот же самый академический рисунок понимаете тот же самый шар вот мы сейчас разбирали это основы вот в принципе все по вашей работе рассказал самые основные моменты погнали дальше татьяна татьяна вроде переводила донат до с натуры как я радуюсь когда люди присылают картины с натуры вы молодцы вы просто ураган когда пишите с натуры это значит что у вас идет рост и значит я не просто так здесь языком молочу а какая-то польза от этого происходит благодарю дмитрий татьяна пишет 500 рублей на анализ натюрморта с самоваром старым и кривобоким спасибо татьяна спасибо большущая да сейчас прокомментируем давайте рассмотрим сначала постановку и определимся что тут чего к чему значит посмотрите по самой постановки вот я бы как сделал немножечко самовар бы подвинул сюда вправо потому что получается ну такое в общем сейчас секунду получается что вот здесь он же главный да это самовар главный а вот этот предмет чайничек немножко но слишком далеко да не немножко слишком далеко от него находится но такое себе и на разном расстоянии то есть можно было бы принципе вот этот взять самого вот этот чайничек и поместить его допустим вот сюда вот на передний план и это было бы интереснее и взять тогда по композиции сам натюрморт был бы формат натюрморта ну приблизительно вот так гляньте как хорошо бы смотрелся был натюрморт не на спасибо за 2 евро на мастер-класс по живописи море спасибо и если там будет больше чем была заявлена сумма да мы там еще надо посмотреть по сбербанк то тогда следующая сумма перейдет на мастер-класс по живописи горы или следующий следующий морской пейзаж картины великих мастеров поэтому если у вас есть возможность переводить донатик переводить вот есть мастер-класс по живописи горы это очередной мастер-классе могу хоть каждый день писать их то есть мы можем с какой-то задел сделать для дальнейшей живы спасибо большое на краске холсты чай спасибо спасибо ураган спасибо большущая очень приятно когда на краске холсты чай это врагам вот татьяна пишет постановка ну я как бы все равно должен рассказать то что вижу да то что вижу как было бы лучше но здесь картине в принципе смотрится интереснее чем на фотке значит теперь если мы рассмотрели композицию теперь давайте тональные отношения разберем 1 тонн это темный это драпировка она самая темная то есть все мы обратили внимание на драпировку сделали темный второй тонн это самовар это второй тонн третий тонн если рассматривать это все дело это драпировка дальние вот как выглядит да у нас вся вот эта работа но если конкретнее разбирать то это четвертый тонн стоп темнее наверное все таки вот и 4 вот это но я сейчас по фото боюсь определять но наверное тогда вот это пятый тонн дальше так вот этот я забыл сказать да но сделаем его шестым а это седьмым или на быть и поменять 2 2 тонна да вот этот будет сейчас секунду исправлю 4 даже не так получается 4 этот этот пятый этот шестой этот седьмой а это восьмой самый светлый это вот это скатерть вот как по тону надо разбить было вот этот натюрморт приблизительно тогда теперь проверяем 1 совпал а вот здесь уже пошли проблемы то есть вот этот свет и тонн совпадает вот с этим вот это надуманная до какой-то какая-то драпировка то есть вот это светлая то есть уже в то немного вопросов возникает ничего нельзя выдумывать и надо писать вот так как есть тогда будет все хорошо и замечательно значит самовар надо был темнее в соответствии с тональными отношениями то есть набираем по тону сейчас я посмотрю какой там свет до блики там могут быть светлее какие-то но основной тонн самовара надо было делать темнее вот эти перри белые все нужно убрать это все нужно убирать так а где тут вообще чем-то сейчас я вот это все уберу тут рассеивающее освещение да это рефлекс ага тут рефлекс вон какой да вот посмотрите вот какой рефлекс даже по тону представляете насколько надо было набирать темнее его это все темнее самовар темнее намного когда вы игнорируете это все дело то у вас получается вот насколько темнее вот эта часть даст собственное там отражение или какую-то когда вы это все искажаете в тональных отношениях у вас теряется яркость яркость воздушное пространство вот эти полосы вообще ни к чему они тут нос то есть вообще непонятно что это для зрителя да я понимаю что там пытались перерисовать они только отвлекают внимание там какие-то на драпировках какие-то узоры вообще их не прописывайте то есть будьте аккуратнее не все надо по узорам прописывать не все-то золото что блестит дальше труба гляньте она какая здесь тут блик очень яркий сочный там да вот такой а в тени посмотрите вот она тень она вот насколько насыщенная чтобы показать именно металл надо работать вот этими контрастами металл любит контрасты контрасты теплых и холодных контрасты также темных то есть посмотрите все как бликует да по контрастам и надо не бояться вот эти рефлексами пользу тогда у вас станет яркой сочной и тому подобное так вот это бликование в некоторых местах мод здесь добавить на на темном фоне мы добавляем какой-то бликование вот тогда она будет играть и где там еще блики но тут на ручке где-то блики самые яркие то есть это все проверяем вот это нельзя делать вот такой вот вот такое ни в коем случае нельзя то есть она мало того спорить с трубой начинает спорить то есть я не знаю что там было какое-то украшение во первых она темное вот это украшение во вторых зачем она вообще там нужно то есть она отвлекает внимание как крестообразной формой все проще вообще убрать и не обращать на это внимание ваша задача показать именно интересное про какое-то пространство чтобы не отвлекало внимание смотрите как интересно уже заиграл натюрморт до следующий момент это вот этот фон передний и вот этот вот они сейчас у вас почти совпадают это тоже неправильно смотрите глушим рвс рны и спасибо за 250 рублей спасибо спасетки спасибо большое спасибо большое смотрите глушим вот этот яркость и что происходит а по у нас там воздушное пространство пошло до вон на там воздух а на переднем плане яркость да замечательно дальше что делаем разбираемся с и вот с этими со всеми делами на самом деле чайник в тени довольно темный плотный вот это все надо набирать тону ну хотя бы вот тогда распределить носик у него еще плотнее еще темнее почему да потому что он в тени находится поэтому что делаем набираем еще по тону набираем вот какой тон у носика смотрите сразу начинает появляться свет тень да и какой-то объем дальше никогда не подчеркивайте вот так таким образом то есть подчеркивать на самом деле надо но плавно переходить в тон то есть там набирать надо по тону тогда еще сильнее тогда это будет смотреться реалистично если же вы подчеркиваете просто так то он опять вот это дно находится не в пространстве теперь обращайте внимание на сейчас секунду вот эту часть и вот эту часть они одинаковыми быть не должны то есть на переднем плане вот вы начали выделять и правильно начинали выделять и дальше продолжаем еще ярче вот это все делаем хотя бы хоть какую-то растяжку вот тогда это на передний план выйдет следующая кружка кружки у нас здесь нет а мы просто берем и приблизительно делаем тоже что и делали с чайником аналог чайника хотя бы делаем вот это темнее вот она она пошло и доска доска имеет тоже здесь два значения вот здесь она то есть если разобрать доску обратите внимание вот здесь этот кусочек темнее вот здесь вот скорее всего светлее вот здесь будет на переднем плане светлее а вот здесь будет все темнее вот как это выглядит доска да как она должна выглядеть теперь проверяем да здесь есть темнее но объема не чувствуется за счет вот этих подчеркиваний каких-то не надо подчеркивание надо работать в пространстве без подчеркиваний то есть вы делаете темнее действительно темнее но при этом никаких подчеркиваний то есть закончился закончилась доска и все вы ее так и оставляете вот ну хотя бы что-то такое и вот это здесь светлее здесь темнее но вы делаете очень теплый там какой-то да а я бы учитывая ту драпировку приглушил вообще может быть либо тень какую там сделать либо приглушить то есть как дальний план этот показать светом вот таким так у нас трансляция это идет вообще что там сбой один был вот а на переднем плане действительно выделяем вот так как вы сделали все правильно вот эту вот часть вот так рефлексами пишем вот здесь тоже чайничек если где-то там теплый значит мы добавьте вы чуть-чуть тепленького там увидите этот рефлекс они все чтобы было там зеленая да то есть это все нужно рассматривать и вот такой подход вот этой драпировки это скорее декоративная да но здесь в принципе уместно белая такая но так что я оставлю но вообще с этим будьте аккуратнее вот с такой детализации потому что эти вот всякие точечки вот это все такое дело что иногда попадает хорошо а иногда можно лопухнуться с ними с этими точечками и понаделать там не очень хорошего это будет лезть на передний план ну вот теперь посмотрите на такой вариант натюрморта да интереснее же стал интереснее даже можно еще но кстати я бы вот это не стал вот такой оранжевый здесь сделать честно говоря то есть можно было бы разнообразить немножко какими-то другими еще в кинуть цветами то есть когда вы пишете чисто там допустим теплый то это не очень смотрится как нужен контраст вот даже вот так поинтереснее при быстром исправлении если бы это все детально прорисовать был бы вообще замечательно но при всем при этом при всем при этом вы супер потому что пишите с натуры вы молодец пробуйте дальше все будет лучше и лучше у вас получаться поэтому все замечательно все замечательно естественно что какие-то ошибки будут и это сто процентов но так по мотивам работы да это мы не будем смотреть мы будем вот эту смотреть холст 3 30 на 60 фото картинки 2 перерисовка еще не закончена хочу и оживить и придать сочность с фоном тоже беда и придать сочность до боюсь писать более пастозно чтобы писать более пастозно нужно иногда взять холст брать холст крупный брать мастихин и с учетом именно такой живописи экспериментировать пастозный да тогда вы сможете расписаться если вы будете все время откладывать это на потом то соответственно не попробуйте и будете все время бояться писать пастозно так все значит вот он вот сама картина а вот копия сейчас секунду дайте еще раз сориентироваться татьяна пишет спасибо да пишу ага замечательно я чая пока друзья найду налью себе анализ картин для тех кто ищет и хочет стать художником они занимаются самую любовь больше ста человек онлайн а лайков то маловато друзья не забывайте подписываться на канал на новый канал подписывайтесь ссылка под видео в описании потому что там будут проходить интересные стримы подписывайтесь нажимайте на колокольчик ставьте лайкосики если можно поддержите поддержите теперь мы будем набирать с вами на мастер-класс по живописи либо горы либо очередной мастер-класс по айвазовскому в воскресенье на новом канале состоится мастер-класс по айвазовскому и будем писать вот такую картинку классную поэтому не пропустите вот такой вот берег моря по мотивам картины айвазовского попробуем передний план подобрать классно написать и вот эту растяжку свечение это будет цель занятия воскресенье в 1830 по москве но это я только планирую я честно говоря не знаю получится или нет но будем планировать так ну что рассказываю тогда про вашу работу что здесь так что здесь не так рисунок в принципе можно сказать идеально выполнен и по в пропорциях тут все замечательные форматы все теперь давайте рассмотрим вот эту работу посмотрите заливка вот это заливка вот не имеет где-то здесь светлый здесь темный почти одинаковое единство чуть-чуть потемнее там да где-то потому что почему так решил автор сделать здесь нет особо воздушного какого-то пространство хотя вот эта часть от четко отделяется вот от этой листвы прям уже видно даже пространство да то есть он фон просто как заливку сделал а у вас получается что вот это белая прям но не знаю может так с фотографиям но это слишком светлое и вот здесь вот контраст на листву на эту поддается то есть фон начинает спорить с этой листвой дается контраст и нет вот этого удаления лучше если бы вы взяли все таки цвета приблизительно но вот такие да как у так как какого-то такого колорита и и и и немножечко набрали бы по цвету вот здесь видите если я набираю потемнее что происходит все вот эти листочки начинают иметь меньший контраст и они уходят туда спокойнее вот этот фон становится больше желтой и такой вот краски мутненькой да такую можно там охру синевую еще что-то гляньте как ушло туда да вот в этом и прелесть в спокойствии в таком каком-то не делать все чрезмерно ярко не делать обои на стену да вот какой-то художественный образ где есть гармония вот этого цвета тона и вот туда мы все это уводим получается довольно классно да вот здесь вот она первое что нам надо было сделать вот это тоже все вот эти кусочки можно сделать вот таким цветом и вот этот зеленый цвет он просто колорит лучше становится чем вот теплый такой да следующее на что нужно внимание это на контраст яблок то есть посмотрите как как по тону здесь набрано очень сильно если рассмотреть вот это яблоко да вот но по тону тональность ведь прям очень темное яблоко а у вас такое бледненько разбили на причем еще идет и подчеркивание какой-то вот какой-то он должен был быть то есть если вы хотите реально какой-то контраст сделать да то вам надо научиться работать тоном может быть где-то в собственной тени он будет дублироваться вот здесь до чтобы сделать это яблочко ярче вот это кадмий красный вот он его можно чуть ли не в чистом виде использовать да вот собственная тень вот он рефлекс а вот он полусвет да это кадмий красный и если мы добавим этого кадмия красного сюда возьмем немного какого-нибудь вот такого рефлекса от яблока от этого и сделаем его темнее не за счет подчеркивания белой ли и контура яблоко это надо делать а за счет рефлекса правильного то уже вот появляется объем и контрастность да вот она хотя бы вот такое наливное яблочко получается можно даже еще темнее вот это все дело вот какая контрастность должна быть а вот здесь обратите внимание вот здесь фиолетовые такие холодные почему потому что там в тени находится она и там рефлексы и вот это яблоко на самом деле не кажется объемным потому что она в тени все что в тени оно должно быть менее объемным и все что дальше а вот это прямо аж горит до яблочко светится то есть где это вот мы берем вот отсюда и вот это не надо разбили вать а это наоборот мы приглушаем просто одним каким-то пятном все вот оно ушло туда на дальний план теперь берем яркую какую-то желтую краску и больше ее вот здесь два не белила не белила а желтую яркую сочно и что получается конечно яркость в яблочке да вот на яркость это поперла вот оно какое на самом деле по контрастам должно быть ну и здесь тоже на самом да вот здесь вот на самом крае яблок тоже можно сделать более контрастно вот я прорисовал два яблочко в принципе да и они уже выделяются вот из этих бледненьких смотрите как решается вот это яблоко она другое по цвету она отличается от этого и от этого если присмотреться это охра и зелень вообще-то охра и зелень но там пятнышко какое-то желтое торчит да а у вас красные они все одинаково по цвету это вообще вот такие цвета мы глушим вот это все дело вот она до глушим и оставляем чуть чуть больше охры где-то ток ну давайте зелень возьмем такой но это яркая конечно зелень ну ладно пусть хоть такая и желтенькой добавляем вот сюда вместо блика но здесь вот желательно конечно охру какую-то растяжку сделать хотя бы вот так так у меня что-то там прерывается аж чем в чате никто ничего не пишет мне такое ощущение складывается что я один тут сижу разговариваю вот и это я темная не не прописанная да то есть она потом и его надо набирать и вот как это вот тогда они будут все на своих местах все у вас есть это яблоко то вообще да вот она давайте мы его еще наберем вот отсюда берем цвет да и набираем вот здесь принципе можно ну приблизительно такие же вот цвета брать как вот это то есть нету работы тоном даже вот чуть 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 темнее пусть будет вот такое какой-то пик но смотрите как она сразу выровнялась да вот это мне кажется чуть светлее вот так вот надо вот это с этим тоже яблоком можно его исправлять ну ладно я его оставлю так и вот это тоже бледное яблочко с этим тоже надо работать добавляя желтого то есть конкретик такой вот надо тоном работать больше иначе ваши яблочки будут бледненький план там пусть рефлекс будет плюс ко всему обратите внимание на тональные отношения некоторые листвы вот она в тени видите какая какой тон и вот здесь вот она насыщенная какая так где ваша работа вот мы берем вот такие тональные анализ картины кроссовки супер сейчас прокомментируем смотрите сразу как заиграл весь натюрморт яркостью сочностью я бы даже еще добавил больше яркости вот в эти части вот вот какой вот какие яблочки должны быть вот если допустим сравнить на все вроде хорошо но нету работы контрастом разбили вы эти просто разбили вы эти краску очень много белил и нету чистого цвета такого да поэтому не надо разбили утешите то на в полную силу меньше белил и у вас будут получаться замечательные работы так следующая картина от елены холст масс 40 на 50 хотела написать космоса но в итоге получились пионы врага 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 первый раз из головы можно может можно их дописать нравится полных сумерек или рассвета вы прям как я писать картины а можно описание какой формат и но материалы холст масла нами я начинал писать в 10 вечера летний пейзаж а под утро пался зимний пейзаж ураган до трансляция периодически прерывается только у меня вы в чате спросите по моему но я не знаю у меня она идет пока полным ходом все нормально у меня без перерыв в записи точно не будет прерываться если прерывается перезагрузите но не может быть поставить в настройках 720 качество они 1080 звук пропадает но у меня трансляция вообще идет без проблем скорее всего это youtube лагает но я думаю что они оборвется то оборвется я думаю что они в записи будет полноценный стрим без перерывов наверное это к ютубу гонг прозвучал значит что теперь если и будет аукцион то продажи только двум участникам при наличии двух участников продаж картины вообще я так вижу что на аукцион не особо работать стал последнее время поэтому я наверное на некоторое время прекращу продавать через аукцион подождем подождем когда у людей появятся деньги когда они захотят по аукцион посоревноваться тогда возобновим аукцион пока нет смысла наверное выставлять определенная группа людей приобрела несколько работ и все и все это затихло но я говорю у нас аудитория не то у нас сами художники поэтому так рассказываю во первых вы написали вы написали я хочу о вашем мышлении поговорить вы написала хоть хоть написали хотела написать космос но в итоге получились пионы первый раз из головы из головы вот это из головы это самое страшное слово сейчас я расскажу почему значит ага владимир понял сейчас секунду холст на картоне 25 на 25 а небольшой холстик краски акрил даже палитру написал человек спасибо за такую информацию хорошо значит расскажу почему не надо писать из головы на начальном этапе интуитивно не надо этого делать вообще не надо просто выкиньте эту затею потому что у вас не будет ничего получаться просто ничего не будет получаться интуитивно пишет только на арт-терапии но это они могут писать просто какие-то там линии еще что-то это вообще не связано с картиной с художественным каким-то образом или тому подобное то есть это какой-то там релаксационный процессом выявления каких-то психологических там моментов каких-то до в голове у вас это называется арт-терапия это не связано вообще с созданием полотна творческого это раз второе интуитивно пишет только тогда когда прошли школу базу научились писать и там уже преследуются свои законы и композиционные в том числе и работа цветом и тоном и фактурой то есть там много много чего если же человек который только начинает писать и думает ага сейчас я пофантазирую что-то там напишу то будьте уверены это просто испортить холст на самом деле никогда ничего у вас грамотного хорошего из этого не выйдет даже абстракция даже абстракция будет очень даже сомнительная потому что чтобы писать абстракцию нужно иметь чувство композиции знать основа композиции основа цвета основа контраста знать как-то это все интуитивно чувствовать уметь смешивать краски то есть это большой опыт нужен чтобы писать абстракцию грамотно вот все вот это вот сейчас я сяду и пофантазирую но ради только что удовольствие помазюкать краску на холсте но в принципе это можно делать и на палитре вот разницы никакой нет то есть ну как бы убивать краску поэтому чтобы писать что-то нужно а какая нужна какая-то опора это либо фотографии либо картины либо еще что-то просто так из головы придумывать будьте уверены просто загубите холст значит что касается по вашей работе когда вы написали можно ли вы же написали да можно сказать прислать работу на начальном этапе то я предполагал что это ног хоть какой-то начальный этап примут такой хоть что-то там есть на самом деле вы этот холст можете использовать вообще как даже не как подмалевок а как тонировка холста и на нем можно написать синий пейзаж то есть не синий а холодный пейзаж да или еще что-то или холодный там натюрморт переверните его к верху ногами и пишите что угодно до в вертикальном положении или в горизонтальном поэтому это хорошо затонированный холст на самом деле получится получится можете тот же букет написать то есть это как начальность подмалевок но сейчас я просто не берусь ничего здесь писать потому что здесь нету ничего вообще чтобы из чего можно было отталкиваться да вот то есть наметить вазу это ладно вы наметили но тут нету соответственно рисунок только есть контуры нету ни цвета ничего поэтому когда вы такие штуки пытаетесь делать вам нужно обязательно в интернете найти какую-то опору и писать по этой опоре пусть это будет ваза с теми же там пионами еще чем-то и вы тогда начинаете писать но можно эту работу рассматривать в качестве подмалевка до подмалевка для дальнейшей живописи но тогда здесь надо начинать работам работать цветом и все полностью перекрывать как перекрыть перекрывать ну допустим вы берете какой-то цвет но у вас тут его сейчас нет опять я цвет этими стихами заговорил и начинаете работать допустим добавляете цвет фон вот это будет драпировка дальнего плана вот ну просто если сейчас начну это все делать то это мне нужно будет вашу всю картину переписать до полностью моя задача подсказать на что нужно ориентироваться и вот я себя узнал в вашем комментарии увидел когда я тоже был начинающим когда рассказываю что начинал летний пейзаж и заканчивал зимним это от незнания вообще что надо делать и как надо работать грамотно понимаете все нужно продумывать вот допустим сделали мы какой-то фон до задали какой-то колорит вот такой вот цвета дальше берем и здесь сейчас я давайте вот отсюда чтобы здесь побольше цвета всякого попробую допустим вот такой цвет наносим сюда до ищем чтобы это было в общем колорите ну вот так там допустим делали на лан закрасим пока этот цветочек то чтобы с ним не возюкаться много все сделали теперь ищем цвета кувшина это могут быть вот такие цвета то еще может быть более темный цвета кувшина ну и соответственно разнообразные оттенки сюда вносим вот работаем цветом сейчас секунду давайте вот отсюда возьмем из всех картин по чуть-чуть работаем добавляем листву это вот второй слой без детализации да я сейчас скажем так если маслом вы работали этот второй слой без детализации а вот в этом уже можно работать и детализировано начинать все прописывать фон у нас светлее чем горизонтальная поверхность кувшин темнее бутоны светлее да и теперь да еще вот зеленью тоже надо выбрать что темнее что светлее ну допустим вот на столько темнее можно взять некоторые участки вот здесь вот да там прописать вот вам схема дальнейшей работы да вот в этой схеме можно теперь копаться и прописывать детали где-то тут подчеркнуть можно сделать какое-то освещение сделать что такое могу набрать на какую-то тень там показать вот ну и таким образом вот можно уже дальше прописывать всю работу вот так что не надо фантазировать не надо это не приведет к добру без знания и опоры до слишком это слишком сложно это даже бывает слишком сложно для художников со стажем понимаете что уж тут говорить когда вы начинаете и при этом начинаете фантазировать это провальный вариант на самом деле анализ картин для тех кто ищет и хочет стать художником они занимаются самолюбованием друзья не забывайте ставить лайки пальцы вверх всего лишь навсего 100 лайков это очень мало поддержите если можно поставьте пальцы вверх акрил до было написано вообще кажется как будто масло елена пишет поняла благодарю буду учиться потом пришли еще раз на анализ да елена спасибо не повторяйте моих ошибок найду букет уже с натуры да 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 вот 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 прям сразу не бойтесь натуры в общем некоторые начинают вот такую чепуху говорить мол сейчас я напишу мне с фотографией легче я научусь писать по фото а потом перейду на натуру вот этим стереотипом вот этим заблуждением вы себе уже портите вкус вот этими фотками прям сразу с натуры написать учиться надо прям сразу на натуре вы знаете что когда поступаешь в университет даже если ты раньше вообще ничего не писал тебе первые занятия это вообще вот первый курс первые занятия самое первое занятие что ставят обычно но если там учишься на учителя до живописи и учитель живописи там школе такие профессии или реклам отделение рекламщиков какие ставят постановки это же сентябрь до кленовый листочек кленовый листочек вешают на бумагу и с натуры акварельными красками пишут 2 значит натюрморт это ставят этот самый как он кувшинчик глиняный и яблоко кладут но сзади там драпировочка и спереди все и люди пишут это 2 на тему 3 натюрморт там два яблочко или яблочко и груша кувшинчик и другие драпировки 4 натюрморт там уже значит два предмета кувшин там какой-нибудь и стакан там с молоком я не знаю какие-то бублики и вот так вот постепенно постепенно и все с натуры никаких фото вообще не используется у нас же вот дай по фото написать да и вот не могу по фото мне надо но хотите вы научить ваш зачем вы смотрите тогда анализ картин стримы вы хотите научиться вы реально думаете что вы учитесь хоть чему-то по фото вообще ничего не учитесь вот я вам говорю что вообще ничего только единственное что вы пробуете смешивать краску и наносить на холст это единственное чему вы учитесь на самом деле все если вам не говорят не объясняют там основы вот эти все да почему там это все рассматривается вы просто повторяете за спикером вы ничему не учитесь вот привыкните к этой мысли если вы сами садитесь и пишите по фотографии без учителя без преподавателя вы ничему не учитесь единственное чему вы учитесь это вы там видите как краска смешивается и накладывается да вы даже тональные отношения не видите у вас убивается понимание что такое объем за счет фотографии то есть когда вы видите фото в натуре да вот кувшин вы его видите со всех сторон вы можете обойти посмотреть его вы у вас на подсознательном даже уровне формируется скелет этого кувшина структура да вы ее видите на фото вы этого не видите и поэтому вас дальше получаются плоские картинки с плоским изображением я не знаю как еще людям объяснить это что на фото по фото писать это даже хуже чем вы вообще не будете писать не но не хуже конечно все равно вы как-то развиваетесь да там но у вас будьте уверены со вкусом потом будут проблемы и вам надо будет перестраиваться то есть вот это вот очень большое заблуждение сейчас я возьму фотка и буду писать особенно если копии там мастеров да и вы без преподавателя пишите не зная вот это то есть не объяснить человек не объясняет вам почему там фон такой небо такое почему мастер сделал небо таким а вы сами угадываете и пытаетесь там что-то прорисовать будьте уверены вы просто даже портите себе вкус вы за там одни заблуждения и у вас получается поэтому еще раз говорю хотите научиться надо перестраивать свое мышление полностью если вы хотите вот прям вот грамотно классно начал научиться рисовать вот так обстоят дела я с картинок из книг начинала лошадей рисовать из игрушечных а потом в семь лет пошла художку и там с натурой натюрморт и очень много по воображение на тему сюжетов из книг сказок фильмов художественная школа отличается от вузовской программа от высшего учебного заведения там совсем другое художественная школа и для младшего школьного возраста и для среднего это всем другое там именно в младшем школьном возрасте в приоритете развивает интерес к искусству интерес к живописи там нет развить у вас видение объема до хотят потом в дальнейшем художественной школе тоже есть поэтому александра вы заблуждаетесь вы все в одну кучу смешиваете что если в художке там были занятия на воображение это именно для этого возраста да это целесообразно воображение развивать в этом возрасте но если вы хотите мастерски писать то вам надо с натуры писать никакого воображения то есть это прошлый этап уже был вот смотрите но чтобы вы поняли берем младший школьный возраст до младший школьный возраст это дети до 4 до 4 класса что там делать если вы сейчас начнете кубы шарами говорить как прописывать объем да они просто будут плеваться они не будут вообще рисовать ничего то есть им это не интересно это очень скучно и они даже не поймут где там светотень они не будут стараться поэтому в младшем школьном возрасте что делают рисуйте что угодно нара на воображение берите и пишите какие-то крючки и линии там маму с папой рисуйте что вам интересно главное развить интерес вот что задача для развития младшего школьного возраста это делается в художественных школах берем средний возраст туда помаленечку уже вкидываются какие-то рисунки с натуры кувшинов там яблок и т.д. и т.п. чтобы они видели объем еще но в перемешку с воображением вот с этим все берем старший школьный возраст там уже что там уже пошли кубы шары уже больше вот грамматики вот к этой к основам живописи да вот к этому идет берем вуз вообще исключено какое-либо воображение вот это все только грамматика основа воображение вы потом занимаетесь после когда становитесь художником да вы уже знаете основу у вас рак рука набита вы там уже можете воображение свое включать то есть это по умолчанию воображение развивается это высшее учебное заведение так вот мои стримы нацелены на аудиторию не младшего же школьного возраста а уже взрослых людей которые хотят научиться рисовать поэтому никакого воображения не надо это все в перемешку каждому обучению свое время и в каждом обучении свои цели вот поэтому ну как бы не смешивайте это мама с папой я в два года рисовала но в 2 до в 2 не в 2 там мама с папой даже в среднем школьном возрасте рисует то есть темы разные дают вот у меня дочь в семь лет выходит из художки рассказывает мне про воздушную перспективу показывать на соседних домах как это работает но да там теоретически уже внедряю да вот даже в младший школьный возраст и воздушном но в основном они там фантазируют вот этим всем занимается дмитрий можно ли смешивать льняное масло и подсолнечное чтобы этюд дольше не подсыхал не вызовет лет побочных эффектов вы путаете вообще маслом чистым писать нельзя не надо этого делать если вы смешаете льняное масло и подсолнечное принципе на высыхание это никак не отразится идет и так будет медленно сохнуть вот так что будете ли вы писать льняным маслом будете ли вы писать подсолнечном или смешайте эти масло все равно это будет одинаковое приблизительно высыхания то есть подсолнечное масло не высыхает быстрее льняное ну в принципе это одно и то же может быть там как-то быстрее где-то высыхает но в принципе это одно и то же поэтому причем тут это тут скорее от прочности подсолнечное масло менее прочная но она чище а льняное масло на прочнее но немножко темнее вот поэтому это вот к этому относится нам в художке ставили натюрморт фиалки без драпировок и картинки давали чтобы срисовывали друзья не сравнивайте художку это совсем другое обучение для детей обучения понимаете а вы взрослые люди поэтому не сравнивайте это обучение я мои обучения я сто раз говорил что мои обучения мое обучение это не вымышленное непридуманное мной обучение это по высшему учебному заведению у меня все стримы анализа картин мастер-классы это по программе высшего учебного заведения они по программе художественной художественной школы поэтому не путайте эти это совершенно две разные вещи это надо понимать вообще дмитрий что хотел передать полигоген своими картинами давайте поговорим сейчас я прокомментирую если я не забуду вопрос если забуду скажите этот вопрос задайте еще раз я имею ввиду для смешивания красок константин пишет я тоже имею ввиду для смешивания краска для чего же еще масло подсолнечное и там это да если о масле то для смешивания красок да можно не писать спасибо елена спасибо 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 я вас тоже люблю елена спасибо можно ли писать масляными красками на обычном подсолнечном нет никаким маслом нельзя писать но нужно масло разбавлять с чем-то еще добавлять масло что-то еще чисто не подсолнечным не льняным писать нельзя к потому что картина может потемнеть просто тупо потемнеть краска современными красками лучше этого не делать лучше добавлять так ладно рассказываю про этот человек заждался уже значит первое что бросается в глаза это смотрите фон то одного цвета а вот этот совершенно другого противоположного и рефлексы желтого желтых рефлексов нет вот в этом фоне а вот таких малиновых это малиновый цвет да или какой я у меня косяк профессионально я не могу называть обычные цвета я называю цвета только из тюбиков масляной живописи вот а вот этот в этом цвете нет вот этого цвета понимаете все уже колорит начинает разбиваться на то есть не очень красиво это смотрится как это исправить вы берете приблизительные цвета с приблизительные цвета какие вы делали там и начинаете вот этот фон заполнять убираем вот этот да можно конечно не так откровенно таким цветом ну вот тоже похожий цвет да вот такой хорошо но вот этот разноброс в цвете без рефлексов это смотрится не очень и делаем допустим вот эту часть значительно темнее так я буду грубо работать быстро потому что тут много закрашивать да причем контуры надо четко соблюдать не надо их как-то размазывать там давайте вот этот свет вот сюда еще в киним дальше второе что нельзя делать это нежелательно что делать тут можно внизу добавить какого-то такого цвета здесь чуть-чуть этого цвета можно добавить кроссовок бога ну вот так как второе что нельзя делать вот наоборот противоположно что вы делаете берете вот этот кусок и ярко здесь выделяете вот это пятно вот это пятно и вот это а здесь наоборот делаете темнее но с учетом того что ну да у вас стена была такая да да у вас стена была окей извиняюсь но если вот так исправить да вот это сделать темнее вот это светлее то все наоборот должно быть давайте исправим потому что это ну как я делаю будет интереснее смотреться и вы сможете переправить то есть сейчас мы добавляем наоборот вот этого сюда темнее глушим там все вот это глушим а вот здесь на переднем плане наоборот вот это делаем ярче и светлее ну что то такое следующее кроссовки сами по себе очень много белой краски не оправдана этот свет вы используете чистом виде который не надо было так делать в чистом виде его использовать но почему не надо да вот потому что смотрите кроссовок имеет загиб он имеет вот такую линию вот такую линию эта линия везде меняется да а вы что делаете берете и здесь белые здесь и все приблизительно одинаково да там есть какой-то холодненький но этого слишком мало поэтому мы берем более допустим холодную краску и начинаем лепить объем там мы делаем темнее белую здесь мы делаем чуть-чуть светлее да вот и здесь тоже допустим чуть-чуть вот так уже не белило от свет работает и на самом деле получается больше яркости да посмотрите больше яркости стало сейчас я вот это чуть-чуть корректируем следующая вот эта часть да мы ее тоже приглушим потому что это вдалеке плюс ко всему можно вообще рефлексами это делать то есть если туда если там желтое то можно экс и вот такие дела то есть не надо этими белилами все закрашивать чисто белыми этими цветами вот здесь можно темнее набирать еще даже темнее так вот здесь можно тень какую-то да и и только вот здесь может быть на выходе вот здесь будет белая кусочек ты это все темнее делаете то есть то же самое со шнурками не надо белилами пользоваться в полную силу добавляйте рефлексы вот что еще можно сказать но есть такие моменты допустим надо определиться где будет темнее допустим сейчас секунду чуть не переключается мы допустим где будет вот она одна поверхность а вот она вторая поверхность одна вот так идет а другая вот так идет это два разных освещенных пятна они у вас приблизительно одинаково за счет этого теряется объем вот надо понять где темнее где светлее можно либо вот здесь сделать чуть-чуть потемнее да тогда вот эта часть должна быть чуть-чуть посветлее вот и видите сразу появляется какой-то объем здесь нету пространство тоже потом вот это пятно темное и вот это темное тоже но такого вряд ли может быть одинаковые по цвету и по тону и вот здесь четкая слишком четкая граница лучше ее приглушить там в тени вообще не видно будет лучше ее набрать еще темнее и и даже она там где-то может потеряться чуть-чуть не надо тут никаких контрастов вот это можно подчеркнуть так как он впереди этот кроссовок да здесь и вот здесь можно подчеркнуть самым темным на самом деле не вот здесь вот самое темное надо использовать потому что это дальше находится все спокойнее решается а вот здесь вот здесь вот здесь вот здесь надо подчеркнуть вот ребро ближе к нам и вот это ребро надо подчеркнуть здесь можно тоже выделить более такими темными вот 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 это делаем допустим темнее пусть будет вот так условно но при этом будет все четче и интереснее ну что то такое приблизительно красные вот эти красные ими тоже допустим они уходят вот сюда здесь может быть потемнее меняется и цвет меняется то же самое и здесь а чистый кадмий красный это только на свету то есть если вы делаете всю линию чисто красную то получается у вас здесь вот поярче можно делаете если чисто красный то что получается она теряется в теряет объем ну там я не знаю как там что то такое вот и вот видите какой колорит общий да то есть нету раздрю раздробленности здесь такой цвет здесь такой цвет да а вроде как на общем фоне в общем колорите какой то даже пространство чуть-чуть есть то есть вот так она смотрится значительно вот образ художественный допусти плакатный такой немного но при этом значительно интереснее если что повторите вопросы еще разок я отвечу на ваши вопросики анализ картин для тех кто ищет и хочет стать художником они занимаются самолюбованием у меня ничего не зависает это к ютубу все вопросы к ютубу скорее всего он трансляция если лагает то это только от youtube канал но сам youtube в общем так делает у меня перебоев нет в трансляции вообще ни капельки фпс хороший вообще все все идет замечательно надо ольге перезагрузить ура самолюбование вернулась да да я заставочку это поставил вопросики друзья вы только что были мы было много вопросиков и они куда-то подевались мастер-класс по живописи горы теперь мы набираем на мастер-класс по живописи горы как вы относитесь к триалам и работам боба росса к работам боба росса отношусь очень плохо вообще для меня это не живопись вообще не живопись ни разу это просто человек вовремя попал в интернет и больше других интернет других спикеров в то время не было вот и все и поэтому он раскрутился вот и все и поэтому все таки вопрос все его знают почему да потому что он первый начал все это делать но честь и хвала ему за это вот если бы он сейчас бы попал в интернет его вообще даже не заметили вот представьте если вот он сейчас попадает на просторы интернета открывает свою страницу при том что допустим тот же сахаров в 10 раз лучше боба росса пишет или тот же дмитрий роза в 10 раз лучше боба росса пишет на самом деле чтобы брос это просто но это просто нанесение разные способы причем они точнее приемы нанесения краски все там больше ничего вообще не подчеркнешь боб уже красивые елочки рисует ну да красивый елочки но именно вот эти втыканье мазков заключается все рисовать у меня трансляция идет все нормально у меня трансляция идет все нормально друзья не знаю что там у вас происходит я вижу тоже в чат чат у меня компьютер здесь и там приостанавливается реальная трансляция у меня все работает прям на полном ходу если еще друзья у кого-то желание чтобы я проанализировал его работу и сказал всю правду потому что анализ картин для тех кто ищет и хочет стать художником они занимаются самолюбованием вот так потому что да анализ картин это не развлекаловка это для тех кто ищет не забывайте ставить лайк косяки и задавайте вопросы дмитрий когда вы стали понимать и видеть косяки в картинах но это постепенный процесс чем больше пишешь чем больше разбираешься я читал научные труды я же написал диссертацию на тему формирования художественно эстетического вкуса то есть я прям прочитал много ученых которые эксперименты проводили вот и выявил критерии и когда говорят о вкусах не спорят то я вот выявил критерии что картину можно оценить по этим критериям и доказал в своей диссертационной работе что это можно сделать вот поэтому с наукой ты не поспоришь это же факты когда ты доказываешь вот поэтому критерии реально существует и картину можно по определенным критериям оценить единственное что каждый картине в каждом направлении свои должны быть критерии оценки дмитрий невская палитра в инстаграме ищет тестировщиков своей продукции а невская палитра масляные краски может быть вы кинете напишите им ссылку на меня если это речь о масляных красках или там только акварель нет тестирование не связано с раскручиванием тестирование это может быть они что-то там новое придумали им надо протестить причем тут раскручивание это с ней одно дело это реклама а другое делает тестирование или это реклама что это но в любом случае мне это интересно если это масляные краски так пусть я аж не знаю где это пусть обратятся ко мне напишут мне я просто я может заполнил бы анкету но просто я не сам не знаю как их там найти то кто это вообще а то напишу куда-нибудь вопросики друзья вопросики какие у вас вопросики ко мне или анализ картин есть у вас желание так ссылку в быка на группу в москве которая приглашает художников писать с натуры там натурщики в интересных исторических костюмах может вы их знаете не я не хочу сейчас я хочу свое на какую-нибудь натурщицу найти и написать ряд обнаженных постановок поэтому мне не интересно с кем-то с какими-то костюмами это все равно такой учебный характер несет там да это интересно но мне это не нужно мне нужно свое освещение поставить я хочу при ламповом освещении таком не ламповым а при от свечки освещение мне эта тема очень интересно и обнаженная натура еще поэтому без из бесплатного альбома да могу сейчас прокомментировать из бесплатного был ли урок по рисованию второй картины слева до на новом канале и 1 и 2 и 3 верхний ряд вот надо мной над головой вот эти все картины вот где вот это вот эта картина вот эта картина и вот эта картина это все на новом канале на новом канале youtube вы можете пройти по ссылке которая под это под этим видео на новый канал youtube и там все эти мастер-классы в полной в развернутой теме невская палитра instagram ну ладно я в общем может быть посмотрю не знаю так ладно погнали прокомментирую здравствуйте dvp 40 на 50 масло авторская работа бабуля бабуля с черно-белой фото собака собака с картины художника сюжет придуман пишу с 02 2019 но это не так уж и много на можно сейчас дать и отвечу на вопросики тогда можно ли писать при эконом лампах цветопередачи больше 84000 к или слишком сильно искажение цвета посмотрите на старом канале на этом канале в материалах живописи есть освещение ролик об освещении есть лампы я сейчас не скажу сколько там диапазон какой тепло холодности цветопередачи там все под видео написано и в самом видео рассказывается какая должна быть цветопередача это лампы вот они сейчас у меня светят приближенные к дневному освещению но такого более натуральному свету и эти лампы используются для всяких там но для там художники в студиях используют для всяких постановок вот поэтому именно эти лампы нужны при таком все другие на самом деле не подходят они все будут искажать писать можно хоть при свече но на удобство и на цветопередачу это повлияет в вашей работе леплю манекен можно ли прислать фото на анализ конечно да и еще понимаю идеальных голов не бывает так как молодости работал парикмахером и видела все все неровности асимметрия тут не в этом дело бывают они не бывают понимаете это я знаю что череп у человека всегда ассиметричен если до миллиметра взять но это не значит что вы в картине это должно должны делать вот наоборот картине не должно быть никакой ассиметрии потому что если вы допустим рисуете с натуры натурщика то вы все равно будьте уверены там по ноля пойти ну то есть там доли миллиметров это сто процентов будут ошибки какие то то есть если вы не переводите рисунок через фото а рисуете с натуры а если вы еще будете заморачиваться и оправдываться тем что человеческий череп не идеально ровный там и лицо асимметрично это вообще может далеко завести так вот цель у художника как можно точнее и симметрично нарисовать даже если лицо асимметрично все равно нужно рисовать именно симметрично то есть здесь такая задача стоит с машиной с автобусом не было урока нет этого не было так ладно скажите если натурщик имеет короткие ноги если натурщик имеет короткие ноги ну и что хорошо все равно он же там ну как бы не калека да то пишите с короткими ногами много вообще зачем натурщика рисовать для обучения да поэтому рисуйте то что вы видите короткие значит короткие не вопрос вам же не нужно там что-то из этого делать если это творческая работа то придумайте что-нибудь драпировки что угодно по композиции закройте ноги да как угодно то есть это зависит от того что вы хотите если ради обучения то вообще ничего не заморачивайтесь просто рисуйте как но как можно точнее и приближение к натуре ничего выдумывать тогда не надо так бабуля значит еще раз 40 на 50 масло идея очень хорошая задумка очень интересная замечательно и книжечка классная но техника выполнения вот сама работа выполнена конечно но видно что это любительская живопись прям очень даже любительская значит что здесь можно по композиции сделать вот смотрите если по композиции вы смещаете человека вот сюда да вот здесь а здесь пытаетесь там собачку забор это хорошая идея но можно как-то этот забор сделать точнее ярче ровнее но как ровнее не так что правнее но чтобы он занимал больше места здесь допустим вот так это по композиции а дальше он пусть уходит снова куда-то вон туда да как вы это и показали то есть по композиции он будет интереснее смотреться если вы его если вы его сделаете вот здесь чуть чуть побольше по и по крупнее то же самое если взять композицию опять же я сейчас схематически покажу то вот это дерево лучше повыше сделать вот так как то почему так потому что вот это пятно закрывается и вот эти ростки все их можно тоже выше сделать ярче то есть там крапивы еще что-то то есть делайте их больше это будет татьяна вам какое спасибо за такой большой донат спасибо большое спасибо спасибо за донатики друзья вот здесь тоже можно какой там трава вот это да все накидать вот такими более светлыми и по композиции видите как интереснее стало смотреться есть вот это пятно заполнено вот здесь вот дальше что касается небо небо надо у линии горизонта делать еще светлее желательно теплее если вы хотите его сделать вот так вот более реалистичным вообще цвета неба здесь неплохие но света не хватает то есть присутствует такая вымышленная затертость поэтому мы делаем еще светлее вот такую растяжку допустим да вот свет сразу пошел а если еще туда охры добавить то он еще было бы интереснее дальше дальше берем теперь дальний план можно сделать деревья вдалеке вот такими воним туда вдаль ушли да а вот эти деревья на переднем плане мы делаем тоже вот эти кусты но вот такими и получается не такими светлыми да ну вот так смотрите как дальний план ушел как заиграла сразу картина да теперь вот этот цвет бледненький мы здесь еще раз дублируем не надо там разбили вот ничего то есть условными вот такими условными пятнами вот так скажем да вот а на переднем плане добавляем больше теплых ну вот такими тоже условными пятнами добавлю сюда теперь что касается тени то тоже здесь это не тень это знаете на такой вот вымышленная какая-то тень тень должна работать цветом не черная такая ну вот я даже не знаю как это сделать вашей нет это не пойдет надо темнее вот тот же цвет только темнее но вот это вот это черный и тут подчеркивается дерево что категорически делать нельзя вот эти подчеркивания в тени вообще не нужны не надо этим заниматься это все от фотографии идет вот это убить пространство подчеркнуть в тени это значит убить пространство все это решается тоном и цветом вот так то есть мы не подчеркиваем а мы общий тонн дерево задаем вот такой общий тонн дерево задаем и соответственно сделаем вот здесь нужно делать растяжки вот эти все если будут растяжки то дерево приобретет объем но вот и но тут много чего на самом деле можно найти вот допустим здесь можно потемнее сделать платок потому что вот здесь но опять же научитесь видеть структуру вот всего вот это вот смотрите о чем речь вот все смотрят на какие-то детали и на какой-то не обращает внимание на самое главное самое главное это конструкция вот смотрите вот эта часть это одна плоскость это одна плоскость понимаете она одного освещения вот это другого освещения то есть если свет бьет отсюда ну допустим вот это будет светлый вот это темнее а вот это то должна быть еще одна плоскость еще одна плоскость то есть это две по тонну разные плоскости то есть платок нельзя рисовать одинаково что здесь что здесь что здесь вот совершенно одинаковые вокруг бабушки до вокруг лица и так вся работа решается это вообще кардинально неправильно вы делаете таким образом что вот здесь вы делаете темнее со складками такими да вот здесь допустим чуть-чуть светлее вот так вот здесь делаете наоборот я это не то сейчас секунду наоборот ярче светлее там вот так вот ну здесь там как-то полутоном надо работать до каким-то вот как выглядит платок на самом деле и там уже пошла самая тень до причем еще складки могут заходить там сюда сюда куда-то вот как платок вот она разбивка свет полу свет полу тень и это тень понимаете вот когда вы научитесь вот именно так писать картины так делать разбивку тогда будет целостность картине иначе это все ну вот как бы хорошо вот здесь допустим еще вот он один тон да а вот он плоскость другой тон а вот здесь вот все решается вот она вот что это как как змея получается вот это да вот она как червячок одинаковые складки одинаковые так вот это же плоскость вот она вот эта плоскость это же один тон а вот это это совершенно другая плоскость совершенно другая вам нужно все предметы научиться разбивать по конструкции на тона и цвета на разные совершенно то есть мы допустим вот здесь можем делать больше контраста больше вот этих тона цвета вот настолько ярче да вот а тут уже тогда пойдет темнее или наоборот но здесь тоже желательно подчеркнуть понимаете книжка не должна совпадать по тону и цвету там с с этой самой как на все это все можно темнее делать с драпировкой тогда получится контраст видите вот какая яркость начинает получаться да то же самое тут и свет также надо искать то есть допустим плечо чтобы выделить вот здесь могут быть уже галоши с зеленцой с какой-то рефлексы зеленые потому что таким образом будет ну вот и яркости реалистичность получается до волосы кожа должна быть тоже отличаться вот хорошая кожа вот здесь вот теплыми цветами до более охрой но хоть бы более охрой такой более охристые как какие-то цвета вот эти сделать это будет опять же страшно но ярче понимаете но как бы я опять же показываю схему да вот то есть допустим шерсть собаки не должна с волосами совпадать по цвету и тону почему да потому что это даже если бы они были одинаковые седые и шерсть совпадала с волосами то это одна плоскость а это уже другая плоскость уже даже поэтому нельзя чтоб они совпадали понимаете я уж не говорю что в картине это но не целесообразно делать вот насколько все вот нас насколько все ведь какая яркость сочность реалистичность возникает до от тусклости и вот сколько бы вы детали не прописали сколько вы тут цветочков не нарисовали вот этих всех пока вы не видите общие формы массы и глобально не мыслите у вас не будет получаться красивой яркой классной работы у вас будет получаться детализации но с ошибками вот задавайте вопросы друзья жду от вас вопросик вы будем помаленечку заканчивать будем помаленечку заканчивать если есть вопросы давайте 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 ставьте лайкосики и задавайте вопросики я пока чай попью анализ картин для тех кто ищет и хочет стать художником они занимаются самолюбованием что там у нас чатик куда-то все подевались больше 111 онлайн лайков всего лишь 133 набрали но такое себе такое 150 было бы хорошо напомню что воскресенье 1830 по москве мы планируем провести мастер-класс по работе айвазовского да вот по этой работе что в своих работах хотел передать гоген правду он ее и передавал там очень классный цвет натуральный упрощенный но натуральный он так видел дмитрий я оплачивала спонсорство канала с карты сейчас я ее закрыла мне сейчас другой карты надо оплатить там автоматом деньги снимаются раз в месяц а но если вы закрыли карту то значит мы получается спонсорство прекратилось ну да значит вам нужно с другой карты оплатить ну если да там если нет денег если она не рабочая то соответственно ну да с другой картой получается так дима акварели есть срок годности но вообще по идее есть конечно но вот у меня я на первом курсе купил акварель и она мне до сих пор то есть сколько это лет прошло я не знаю да она до сих пор ей можно писать все нормально мне кажется она так очень долго ей можно писать что будет если писать просроченным акрилом ну тут все очень просто вот что будет если съесть просроченные консервы либо вам повезет и они не до конца испортились либо не повезет приведете время там в туалете то же самое и здесь либо вам повезет и они не до конца акрилы испортился все будет нормально либо картина потускнеет к отвалится краска я не знаю что угодно может быть ну то есть это такое дело ну да акварель долго держится действительно поэтому можно один раз купить на долгое время еще вопросики если нет то давайте тогда закругляться на сегодня гляньте 138 лайков добили ничего себе ничего себя до 150 не добьем 12 лайкосов 12 лайкосов и в школу не пойдем 12 12 лайков и воскресенье пишем пейзаж 140 люди-то вообще-то могут 143 это как это как но идут же лайкосики 145 вообще ураган какой-то дмитрий послезавтра мк на каком канале на новом на новом 147 лайков 148 это какой-то ураган это ураган че вы не жамкаете 150 ну вот тебе на только попросил и вот пожалуйста нет 149 кто-то сомневается кто-то сомневается нет 150 каюсь забыла поставить 151 даже гляньте полетели но ураган же ведь люди то могут вот а вы знаете как это на самом деле работает это очень сильно помогает то есть от лайков и от ваших комментов после видео вообще зависит что с этим видео дальше будет увидят его люди или нет то есть от активности вашей а youtube счету считывает это как активность это не не ради того что я хочу там самолюбованием заняться и такой вот у меня столько лайков подоставили я там такой молодец не не это не для это для развития канала на самом деле мотивация на лайки но как бы это только для того чтобы видео вверх подняли в поиске его нашли ну ладно будем заканчивать тогда да друзья я вам вот прям очень сильно благодарен тем кто переводит деньги от чистого сердца спасибо вам огромнейшее и за то что мы теперь сможем провести мастер-класс воскресенье 18.30 по москве на новом канале по живописи море вот такую картину попробуем писать по мотивам и вазовского также в дальнейшем будет зависеть от вас и от вашей активности если будут доната приходить мы будем собирать то будем подобные пейзажи писать хоть каждый день не по барабану я только за вот с вами был дмитрий левякин всего вам хорошего пока друзья и удачи вам мастер-класс